Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Добрый день, дорогие друзья. Все мы знаем о пользе натуральных соков. Но как часто мы их пьем и какие мы соки пьем, правильные или неправильные? Обычно как это бывает? Мы идем в магазин, покупаем красивые коробки, на которых написано «натуральный сок». Нет, это не натуральный сок. И он не может быть натуральным, потому что вы сами знаете, какие там бывают добавки, красители. И хочу предложить, что можно дома сделать, помимо того, что мы можем выжать сок и выпить его. Но в том случае, если у вас нет соковыжималки, но я буду это выжимать через соковыжималку, как можно сварить, приготовить натуральный сок с вкусом такого же, как в магазине, который мы покупаем в коробочках, но более вкуснее и, естественно, натуральным. Для этого нам пригодится всего лишь один апельсин и столовая ложка лимонного сока. Режем апельсин пополам, на четвертиночки. Включаю соковыжималку и выжимаю сок. С профессиональной соковыжималкой это дело одной минуты. Выливаем наш сок в кастрюлю, в которой мы будем варить. Выливаем туда литр чистой фильтрованной воды. Выжимаем сок. Где-то столовую ложку, я знаю, сколько это будет на глаз. Через ситечко, чтобы косточки туда не попали. Все готово. Добавляем сахар. Здесь у меня 8 столовых ложек. И ставим на плиту, доводим до кипения. Я сняла с огня сок, довела до кипения. Чуть-чуть дала остыть и переливаю в кувшин. Сюда же наливаю литр кипяченой воды, остуженной. Но сок еще горячеватый, а в прохладном виде пить вообще приятно. Вот с одного апельсина и столовой ложки лимонного сока мы получили 2 литра сока. Представляете, какая экономия и какой вкусный, натуральный, действительно натуральный сок у нас получился. А теперь попробую. Так вкусно. Не представляете, он немножко еще горячеватый, но когда остынет, вообще идеально. Я думаю, вам такой сок понравится. Приготовите, я жду ваши отзывы. Будьте здоровы, пейте соки, только натурально. Не покупайте в магазине, в коробках, если даже написано натурально. Это не натурально. Я заботюсь о вашем здоровье, поэтому даю вам такие рекомендации. На этом я с вами прощаюсь. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи ва баракатах. До следующих встреч.